На прошлом уроке завершили рассмотрение тех, которые наследуют от покойного по первой и второй очереди, а также рассмотрение тех, которые наследуют от него по третьей очереди, то есть являются его дальними родственниками. Мы взяли определенные правила относительно этого и, иншаллах, выучили их. И сегодня необходимо сделать небольшое задание, то есть определенное задание для того, чтобы закрепить наши вот эти правила и те уроки, которые мы взяли ранее на практике. Так вот, зададим несколько вопросов, будем называть людей, и вы будете отвечать, наследуют они или нет. Если они из первых двух категорий, то есть наследуют либо по определенной доле, либо по доле, но не определенной, то есть то, что мы называем как близкие родственники на данный момент, говорите «да, наследуют». Если он из дальних родственников, то есть из-за Олярхам, говорите «нет, не наследуют». То есть ответ должен быть либо «да», либо «нет». Потом последует за этим объяснение, почему он наследует. Или если он не наследует, то что мешает ему наследовать. Своили или нет? Так это иншаллах понятно. Так вот, начнем с легкого и более сложного. И потом уже будем перемешивать иншаллах. Отец наследует или нет? Отец покойного. Всегда, когда мы говорим «отец, сын, дочь» имеется в виду покойного, не твой отец. Имеется в виду покойного. Отец покойного наследует или нет? Отец покойного наследует. А если это двоюродный отец? Не бывает двоюродного отца. Отец покойного является кем? Основой? Ответвлениями или краями? Основой. Поэтому он наследует в данном случае. Почему? Потому что между ним и между покойным нет женщины. Правильно или нет? Так, это иншалла усвоили. Далее. Бинтоль-Ибн. У тебя. Бинтоль-Ибн. Дочь сына наследует или нет? Дочь сына наследует. Дочь сына наследует. Почему? Потому что она ниже ним, ниже ним. Давайте будем делать так. Значит, я задаю вопрос на два определенного человека. Под этим определенным человеком имеется в виду какой-то относительно покойника. Отец покойника, сына покойного и тому подобное. Вы отвечаете, да или нет. Наследует или не наследует. Потом я задаю вопрос, почему. На ответ или на вопрос, почему необходимо ответить следующий образ. Потому что он из основ, допустим. Или потому что он из ответвлений. Или, допустим, потому что он из краев или из боков. И между ними, между, допустим, покойным нет женщины. Или между ними, между покойным нет того-то. Или есть то-то. Или то-то мешает. И тому подобное. Усвоили или нет? Еще раз, значит, бинтуль ибн, дочь, сына наследует или нет? Да, наследует. Говорим, наследуем. Почему? Потому что она из ответвлений. Так, она из ответвлений. Между ней и между покойными нет женщины. Нет женщины. Как мы говорили, все, кто из ответвлений, если между ними и между покойными нет женщины, то любой из этих людей наследует. Без разницы, мужчина он является или женщина сам. Далее, теперь третий. Бинт, дочь наследует или нет? Бинт наследует. Почему? Она минфуру, и между ней нет женщины. Она минфуру, то есть из ответвлений между ней и между покойным нет никого, ни женщин, ни мужчин. Фаэб, теперь следующий. Ибн Ульбинт, сын дочери, наследует или нет? Не наследует. Почему? Потому что между ними покойник и его мама. Между ними покойник и его мама. Фаэб, и он из ответвлений или из боков? Он из ответвлений. Фаэб, и он из ответвлений. Далее, теперь пятый. Аль-Ахлиум, наследует или нет? Аль-Ахлиум, то есть брат по матери. Брат по матери наследует, да. Брат по матери наследует, почему? Потому что он из хаваши и идет как через мать, это как исключение. Идет, хоть он и идет через мать, то есть между ними и между покойными есть женщина. В основе своей, если человек из хаваши и между ними и между покойными есть женщина, он не должен наследовать. Но ихва ли ум, братья и сестры по матери являются исключением из этого правила. У тебя же, а если будет не брат по матери, а брат матери, ахуль ум. Смотри, когда мы говорим брат по матери, мы говорим ах ли ум. А когда мы говорим брат матери, мы говорим как ахуль ум. Брат матери наследует или нет? Брат матери нет, нет. Не наследует. Кем он вообще является для покойного? Как по-другому называется? Ахуль-Ом. Вообще халь называется. Вообще халь. То есть кто? Дядя по матери. То есть ее брат. Почему он не наследует? Ну, потому что он идет через мать или женщина. Потому что он из краев и идет через мать. То есть между ней и между покойным женщина. Теперь далее. Ибн-Ухт Аш-Ша-Кика. Сын родной сестры. Наследует или нет? Сын родной сестры не наследует. Сын родной сестры не наследует. Почему? Твой родной племянник. Да. Твой родной племянник? Потому что из ответвлений. Потому что он из ответвлений, все согласны? Шатыка, она пришла как ответвление. Так. И получается, что между ними, между покойным женщина? Все согласны, что он из ответвлений? Он из краев. Он из краев, и между ними, между покойными есть кто? Женщина. Так считается кем? Считается ненаследующим человеком. Далее. Бинтульбинт, дочь дочери наследуют или нет? Твоя внучка в твоей дочери? Дочь дочери не наследует. Почему? Потому что она из ответвлений, но она идет через свою маму. Идет через свою маму. Через женщину доходит до покойного. Далее. Ибн ах лиум. Сын аль ах лиум, то есть твоего брата по матери. Сын брата по матери покойного. Наследует или нет? Брата по матери? Да. Нет, не наследует. Почему не наследует? Во-первых, он из хаваши. Во-первых, он из хаваши. Так, из краев. Далее. То есть он, грубо говоря, является кем для покойного? Он является племянником. Смотри, если мы говорим, он из краев, то одно из четырех. Либо брат или сестра, либо племянник или племянница, либо дядя, либо тетя, либо кто? Двоюродные братья, то есть дети, дядя и тетя. Так, этот является кем в данном случае? Является племянником. Почему не наследует? Потому что до покойного между ними есть женщина. Какая женщина есть? Мы говорим, сын брата по матери. Потому что по матери он без отца идет. То есть смотри, когда мы говорим, сын брата по матери, этот сын доходит до покойного по матери. Вот здесь не нужно ошибаться. Некоторые путаются в этом вопросе и говорят, он доходит через брата до кого? До покойного. То есть у покойного есть брат, у него есть сын. Значит он доходит откуда? Через брата, говорит. А брат не женщина, значит он наследует. Это неправильно. Здесь мы смотрим, до кого, во-первых, сам брат доходит. Мы самого брата еле-еле исключили. Так или нет, сделали ему поблажку, исключили его из общего правила и разрешили ему наследовать. Несмотря на то, что он сам до покойного доходит через женщину. То есть, через его мать. Тем более, все его дети и так далее будут доходить через его мать. Далее, следующий вопрос. На ком мы остановились? Ум-муль-ум. Мать матери наследует или нет? То есть, бабушка наследует. Наследует. Почему? Потому что она находится из усуль. Она из основ. Из основ. Так. Доходит до покойного через женщину, и нет между ними мужчины, перед которым была бы женщина. Да. То есть, она доходит через женщину. Все, кто отделяет ее от покойного, это женщина. А мы говорили, женщина из основ не наследует только в том случае, если до нее, между ней и между покойниками есть мужчина, а до нее женщина. Здесь такого не присутствует, поэтому она наследует. Далее, теперь у тебя. Абуль-ум. Отец матери наследует или нет? Отец матери нет. То есть, твой дед со стороны твоей матери? Нет, он не наследует. Он хоть из основ, но между ним и покойным женщина. Между ним и покойным есть женщина. Но нет уже перед ней мужчины. То есть, если бы был он, потом мужчина, потом женщина, потом покойный. Это из женщин. Это для женщин. Для мужчин мы сказали отдельное правило. Если мужчина из основ, то достаточно того, чтобы между покойником была хотя бы одна женщина, так, чтобы это помешало ему получить наследство. Это значит тоже не получает. Далее, теперь у тебя Ибн-Уль-Халь. Кто такой Ибн-Уль-Халь? Сын твоего дяди по матери. То есть у тебя есть дядя по матери. То есть брат твоей матери. У нее есть сын. Наследует он от тебя или нет? Нет, не наследует. Нет, не наследует. Почему не наследует? Потому что сам дядя не получает наследство. Сам дядя не получает, тем более он не получит. То есть, как мы говорили, помните, такое общее большое правило в конце подвели. Каждый, кто доходит до покойного через отдаленного родственника, сам является отдаленным родственником. Знаешь, что он не наследует. Далее, Ибн-Уль-Ах-Ли-Аб у тебя. Кто такой Ибн-Уль-Ах-Ли-Аб? То есть это получается племянник покойного. Через дядю по отцу. Через дядю по отцу или через Ибн-Уль-Ах-Ли-Аб? Как перевести Ибн-Уль-Ах-Ли-Аб? Кто скажет? Сын брата по отцу. Если бы мы сказали Ибн Ахли Аб, сын брата отца, то он был бы кем? Ибн Ам, так или нет? Сыном дядей, да. Был бы тебе двоюродным братом. Но здесь мы говорим Ибн Ахли Аб, то есть сын брата по отцу. Наследует или нет? Сын брата по отцу, да, наследует. Да, наследует. А почему? Так, он приходит у нас через Хаваси. Так, доходит до покойного через бока, через края. Да, между ними нет женщины. Между ними, между покойным нет женщины, поэтому он наследует. Ах, по отцу тоже наследует. Тоже, нам тоже наследует. Далее, теперь, уммуабельум. Что такое уммуабельум? Это мать отца твоей матери. Мать отца твоей матери. То есть твоя прабабушка. Уммуабельум. Наследует или нет? Моей мамы мать отца, она не наследует. Перед ней есть женщина, перед которой мужчина. Перед ней есть мужчина, перед которой женщина. Да, перед ней мужчина, перед которой женщина. Все правильно, она не наследует. Поэт, далее. Хал ли Аб. Наследует или нет? Хал ли Аб. Смотри. Хал ли Аб. Как это понять Хал ли Аб? Кто скажет? Тебе. Хал ли Аб – это дядя с матерной матери, но он с матерью по отцу. То есть он брат матери по отцу. Брат матери покойного по отцу. Наследует он или нет? Нет, не наследует. Почему? Там мать главная. То есть он доходит до тебя или до покойного через маму. Значит, что через женщину, соответственно, не наследует, раз он из Хаваши. Теперь Аль-Амма Туши-Ки-Ка. Наследует или нет? Кто такая Аль-Амма Туши-Ки-Ка? Родная тетя. Родная тетя. Как понять родная тетя? Еще бывает не родная тетя? Родная сестра отца. Как понять родная сестра отца? То есть она его сестра и по отцу, и по матери. То есть не игрушечная сестра, а настоящая. По отцу, по матери. По отцу, и по матери. Так, она наследует или нет? Доходит до покойного через мужчину. Не-не, она не наследует. Почему не наследует? Доходит через Хаваши. И сразу вспоминаем правила, которые касаются Хаваши. Что мы говорим? Она, во-первых, в Хаваше, а во-вторых, в Хаваше женщины не наследуют, кроме сестер. Кроме сестер. Мы говорили, Джамиюль и нас, все женщины, которые из Хаваше, кроме сестер, являются кем? Являются Мизауль Архам, из отдаленных родственников. Значит, она наследство также не получает. Далее, Бин Тул'Ам. Кто такая Бин Тул'Ам? Дочь дяди по отцу. Как понять дочь дяди по отцу? Твоя двоюродная сестра. То есть, твоя двоюродная сестра. То есть, у твоего отца есть родной брат, у него есть дочь. Получает наследство? Она идет, как Хаваше идет, и она не получает наследство. Почему? Из Хаваше только сестра получает. Из Хаваше и женщина получает только сестра. Все остальные женщины не получают. Далее. Теперь Аль-Ухт-Ли-Ум. Кто такая Аль-Ухт-Ли-Ум? Сестра по матери. Сестра по матери или сестра матери? Как сказать сестра по матери? А сестра матери? Ухт-Ли-Ум. Пайп, Аль-Ухт-Ли-Ум. Сестра по матери от тебя наследство берет или нет? Да, берет. Она, во-первых, с хаваши женщина, значит, не берет. Сестры берут. А, сестры являют с кем исключением? Плаеб, а если сестра-матери берет сестра-матери или нет? Ухт-ль-ум. Наследство от тебя. Да, то есть твоя тетя со стороны матери. Халя, получается. Не берет. Почему не берет? Потому что вверх она с хаваши. Так. Но между ней и мной мать моя. Достаточно того, что она сама женщина. Все, достаточно того, что она женщина. Еще между ней и между тобой еще женщина. Плаеб, значит, не получает она у нас как вдвойне. Далее. Аль-ухт-ли-зоудж-ль-ухт. Как будет? Аль-ухт-ли-зоудж-ль-ухт. Получает или нет? Сестра мужа сестры. Сестра мужа твоей сестры. Получает от тебя наследство или нет? Нет. Нет, никаким образом от тебя наследство не получает. Далее. Се-зоудж-ль-ухт не получает. Даже муж твоей сестры ничего от тебя не получает, не говоря про его сестру. Далее. Ухт-у-зоудж-тик. Получает от тебя или нет? Сестра твоего, нам, сестра мужа покойного, не твоего, скончалась женщина. У нее остался муж, у этого мужа осталась сестра. Получает она наследство или нет? Нет, она не получает. Почему? Она заходит с боков, с ответвления или со стоп? Она вообще не заходит. Вообще не заходит. Та и далее. У Алию Леятим получает наследство или нет? Скончался Леятим сирота. У него остался опекун. Получает наследство или нет? Вырастил его, до 20 лет его растил, воспитывал, кормил, поил. Не получает от него наследство? Почему не получает? Разве он основой не является? Нет, не является его основами, так? То есть, посторонний для него человек не является его отцом. Далее. Бинтуль-Ахаш-Шаких. Получает наследство? Бинтуль-Ахаш-Шаких. Кто такой? Кто такая Бинтуль-Ахаш-Шаких? Дочь родного брата. Это племянница, получается, по родному брату. Да, твоя племянница по родному брату. Она не получает наследство. Почему? Потому что она из Хаващи, и мы сказали, что в Хаващи, кроме сестер, женщина не получает. А, женщина ничего не получает. Далее. А если бы был Ибнуль-Ахаш-Шаких, получил бы? Тогда он получает. А если бы он был сын брата по матери? Нет, Ах лиум он сам как исключение. Его все дети не получают наследство. Дальше. Аммука лиум получает от тебя наследство или нет? Аммука лиум это брат твоего отца по матери. Получает от тебя наследство или нет? Брат моего отца по матери от меня он наследство не получает. Почему от тебя не получает наследство? Он брат моего отца по матери от отца получит. От отца получит? От моего отца, если он умрет. Да, а от тебя? А с меня он не получит. Потому что он приходит через хаваши и доходит до тебя через женщину. А это кто? Их общая мать. Мать твоего отца и мать его. Далее, теперь. Аху уммель ап. Аху уммель ап. Как перевести Аху уммель ап? Аху уммель ап? Да. Так, он брат моего отца по матери, да? Аху уммель ап, не умли ап, а уммель ап. Брать бабушки? Да. То есть, получился брат, кого уммель ап? Матери твоего отца. Брат матери моего отца? Да. Получает от тебя наследство или нет? Получает. Во-первых, он вообще не усуль не является. Усуль не является, но зато хаваши является. Но между ними, между мной женщина есть. Да, между тобой и между ними есть женщина. А это кто такая? Его сестра, моя бабушка. То есть, твоя бабушка. Далее. А Зович, муж получает наследство или нет? Да. Зович получает. Почему? С хаваши он или с ответвленник? У них причины никак. У них причины никак. Далее. Ибн Амли Аб. Получает наследство или нет? Сын дяди по отцу. Как понять сын дяди по отцу? Мой двоюродный брат получает. Он двоюродный брат, но не просто двоюродный брат. Он сын брата твоего отца по отцу. Не родной дяди, да. Но дядя по отцу. То есть у твоего отца есть брат по отцу. У него есть кто? Сын. Получает от тебя наследство или нет? Он с боков приходит. С боков приходит, да. С боков приходит. Не, не получает он вообще. Не получает, да? Получает? Кто скажет? Другие какие-то мнения есть? У тебя мнение что получает? У тебя мнение что получает? Докажи, что он не получает. Получает через мужчину, потому что. Далее. И последнее. Аху ль ам. Получает или нет? Аху ль ам. Это кто такой Аху ль ам? Аху ль ам. Да. Брат брата твоего отца. Он для тебя кем будет приходиться? Брат брата моего отца. Брат твоего отца это кто? Брат моего отца дядя. А это брат твоего дяди. Он кем для тебя будет приходиться? Тайба, она сестра твоего отца? Нет, сестры мои и мои сестры. А, родные и сестры же, сестры покойные. Тайба, альхамду лиллах. Теперь будем читать далее книгу, иншалу. В Хаваще, и мы сказали, в Хаваще, кроме сестер, женщины не получают. А, все, женщины ничего не получают. Далее, а если бы был Ибн Ах-Шиких, получил бы? Да, получает бы. Тогда он получил. А если бы он был Ибн Ах-Лиум, сын брата по матери? Нет, Ах-Лиум, он сам как исключение. Так. Его все дети... Не получают наследство. Дальше. Ам-Мук-А-Лиум, получает от тебя наследство или нет? Ам-Мук-А-Лиум, это брат твоего отца по матери, получает от тебя наследство или нет? Брат моего отца по матери, от меня он наследство не получает. Почему от тебя не получает наследство, Аллах Аслахак? Он брат моего отца по матери, он от отца получит. От отца получит? От моего отца, если он умрет. Да, а от тебя? А с меня он не получит. Потому что он приходит через Хаваши и доходит до тебя через женщину. А это кто? Их общая мать. Мать твоего отца и мать его. Далее, теперь Аху Уммил Аб. Аху Уммил Аб. Как перевести Аху Уммил Аб? Аху Уммил Аб? Да. Так, он брат моего отца по матери. Аху Уммил Аб не Уммли Аб, а Уммил Аб. Брат бабушки. Да, то есть получился брат кого Уммил Аб? Матери твоего отца. Брат матери моего отца. Да, получает от тебя наследство или нет? Получает. Во-первых, он вообще не Усуль не является. Усуль не является, но зато Хаваши является. Но между ними между мной женщина есть. Да, между тобой и между ними есть женщина. А это кто такая? Его сестра, моя бабушка. То есть твоя бабушка. Далее, а Зовч, муж получает наследство или нет? Да. Зодж получает. Почему? С хаваши он или с ответвлением? У них причины никак. У них причины никак. Далее. Ибн Амлиаб. Получает наследство или нет? Нет. Сын дяди по отцу. Как понять сын дяди по отцу? Мой двоюродный брат получает. Он двоюродный брат, но не просто двоюродный брат. Он сын брата твоего отца по отцу. Не родной дяди, да. Но дядя по отцу. То есть у твоего отца есть брат по отцу. У него есть кто? Сын. Получает от тебя наследство или нет? Он с боков приходит. С боков приходит, да. Да! Не получает ? Нет, нечего получать, так что и так вот не получать? А нужны мы! А не так. Не получают? Когда вы раздельelijk никто был срекшен, сказал канал! У них какие-то мнения. Кто-то? То есть русский человек может быть и никому. Ха-хуэ, который решен. Бат того отца, начали сказать! А этот брат твоего дяди, он кем для тебя будет приходиться? Тоже дядя? Таев, получается наследство? Во-первых, он из халаши и получает вашу счетную мужчину. Таев. А его сестра получает от тебя наследство или нет? Вот его же, этого твоего дяди, сестра. Его сестра? Да. А она кем для тебя будет? Она нет, тетя. Тетя по кому? По отцу. По брату отца? Нет, она просто тетя нет через моего отца. Почему не получает от тебя наследство? Потому что она из Хаваши, а из Хаваши только сёстры получают. Только сёстры? Таим, она сестра твоего отца. Нет, сёстры мои и мои сёстры. А, родные сёстры, сёстры покойного. Таим, ахамду лиллах. Теперь будем читать далее книгу, иншалу. Дядя. Он кем для тебя будет приходиться? Дядя тоже. Тоже дядя? Таим, получает наследство от тебя? Во-первых, он из Хаваши и получает, потому что очень мужчина. Таим. А его сестра получает от тебя наследство или нет? Вот его же, этого твоего дяди, сестра. Его сестра? Да. Она кем для тебя будет? Она мне тетя. Тетя по кому? По отцу. По брату отца? Нет, она просто тетя через моего отца. Почему не получает от тебя? Потому что она из халаши, а из халаши только сестры получают. Только сестры. Тайба, она сестра твоего отца. Нет, сестра моей и моей сестры. А, родные сестры же, сестры покойного. Тайба, альхамдулиллах. Теперь будем читать далее книгу, иншалу. Твоего отца? Нет, сестра моей и моей сестры. А, родные сестры же, сестры покойного. Теперь будем читать данные книги, иншуау